ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok В среду 27 апреля в местной администрации состоялось совещание по перспективным задачам и сельского хозяйства. С информацией о ходе весенних полевых работ в хозяйствах района выступил начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Алимбаревич Салихов. Проделано немало работ по подкормке многолетних трав и озимых, баранованию. И все же многие хозяйства запаздывают с баранованием и закрытием влаги. Достаточно сказать, что такие хозяйства, как Коммунар, имени Куйбышева, и вовсе не ведут работы по закрытию влаги. Есть и другие проблемы. Для начала пассивных работ хозяйствами района нужно 200 тонн пшеницы. Нет абсолютной готовности и с техническим парком. Всего по району не готов 41 трактор. Также выступил глава администрации города и района Назир Загитович Зиазов. За всеми хозяйствами района в целях оказания действенной помощи закреплены специалисты РАПО, руководители хозяйств предприятий. Вторым важным вопросом поставленного совещания была борьба с преступностью и алкоголизмом. Решено, что на период пассивной кампании необходимо ограничение спиртных напитков как на селе, так и в городе. Как мы уже сказали, в хозяйствах района продолжаются весенние полевые работы. В числе лучших колхозы имени Мичурина 470 гектаров по подкормке многолетних трав и 170 гектаров по закрытию влаги. Колхоз Победа 750 гектаров по подкормке многолетних и 80 гектаров по подкормке азимых. Ленинвилла 300 гектаров по подкормке многолетних и 200 гектаров по закрытию влаги. Колхоз Большевик 800 гектаров по подкормке многолетних, 320 гектаров по подкормке азимых и 250 гектаров по закрытию влаги. Уточним, что данная информация получена нами утром 27 апреля К сожалению, хозяйства района крайне медленно занимаются весенние полевыми работами Погодные условия благоприятствуют более широкому фронту посевной кампании Каждый час весны дорог Уважаемые телезрители, мы ведем свой репортаж с праздника первой борозды Который был организован в среду 27 апреля здесь в колхозе имени Мичурина Как видите, для отчествования механизаторов приехали школьники Барабановской средней школы Сандугаческой начальной школы, сельчане, руководство и администрация, местные администрации Мы будем вас знакомить с событиями, которые будут разворачиваться на этом празднике Перед началом праздника мы решили поговорить с самими механизаторами Скажите, пожалуйста, какой год подряд вы уже выходите на весенние полевые работы? О, я уже 31 год 31 год? Да А вот нынешние весенние полевые компании как? Вы с каким страной встречаете? Есть ли у вас надежда, что урожай будет хорошим? Да будет, конечно, хороший Погода хорошая будет, урожай обязательно будет Погода будет хорошая, если работать будете Работаю буду Скажите, а у вас вот дети не работают в холхозе здесь? У кого-нибудь из вас здесь есть? Есть, почему не работает Да, трактор не работает Очень приятно Шариба, скажите, пожалуйста, через какое время вы думаете завершить посевную кампанию? Ну, завершить Конечно, стараемся как-нибудь побыстрее завершить, но на сегодня у нас Сегодня заканчиваем подкормку многолетних трав Завтра переходим на подкормку озимых А оборонование, закрытие влаги начали после всера начали Вот на сегодня уже пробороновано более 100 гектаров Ну, где поспевает почва, успеваем Только за погодой, вот, смотрим и ожидаем А так, урожай должно быть, потому что у нас зимы по колхозу Из Наркановской бригады самое лучшее видать, как я вижу Урожай, если яровыми, вот, хорошо сделаемся Сделаемся, все, будет, урожай нынче должно быть А как дела обстоят с техникой? Техникой, все, пока техника работает Нынче технику, как В прошлые годы лучше даже ремонтировали Ну, несмотря на трудное финансовое положение Лучше, по-моему, ремонтировали Пока поломок нет, работают Пока работают Ладно, будем надеяться на самый лучший результат Как мы видим, на праздник первой борозды Также приехала выездная торговля, райпо И они предлагают, вот, и механизаторам И приехавшим гостям, и сельчанам Продукты, конфеты, чай По вполне доступным ценам, надо сказать Глава администрации Шардинов, Касим Шардинович Он чествовал всех механизаторов Всех колхозников, которые будут Участвовать в весенних полевых работах С напутственными словами К механизаторам обратился Председатель колхоза Давлетов Данил Дарвинович Он сказал, что действительно у нас Хлеб всему глава И пожелал труженикам полей Доброй посевной компании Завершить посевную компанию В лучшие сроки и качественно Поздравили с праздником Первой борозды И участники художественной Самодеятельности Сельского дома культуры Они высказали самые добрые Напутственные слова В честь механизаторов колхоза Главному агроному колхоза Султан Ахметову Радику Меншареповичу Были вручены символические Золотые семена Которые первыми Лягут в землю В пашню Сердцем праздника Первой борозды Стало выступление Школьников Барабановской Средней школы И хотя праздник первой борозды Проводится здесь В колхозе имени Мичурина Ежегодно Механизаторы И все колхозники Которые выйдут в поле С такой любовью И лаской взирают На выступления учащихся Что становится даже Как-то завидно Механизаторов Своих отцов Братьев И знаете Приятно Что они делают это искренне И хочется верить Что вот эти малыши Будут знать Цену хлеба Будут знать Цену крестьянскому труду Вот начали свою работу Тракторы И в поле Остаются первые Баразда Пусть будет добрым Урожай 94-го года Пусть сбудутся Воплотятся в жизнь Все мечты И пожелания Механизаторов Доброго пути Счастливого урожая 94-го года Администрации города и района Пусть сбудутся в жизни Пусть сбудутся Нашего района Надо сказать Что благотворительную акцию Сделали немалые взносы Торговые предприятия города и района Самые большие партии Внесли коллективы Межрайбазы Здесь есть и сигареты И консервы И предметы личной гигиены Отдела рабочего снабжения НГДУ Краснохолмск Маслосыркомбината Загодконторы РАЙПО Совместного предприятия Орсенов 5 И коммерческой фирмы Сервис Уже проинформировали вас Уважаемые телезрители Недавно в Янаульской Центральной районной больнице Были проведены Операции по микрохирургии глаза И вот на днях Здесь впервые в истории больницы Была проведена уникальная операция По методу малоинвазивной хирургии Операция проходила под руководством Заведующей кафедры хирургии Профессора Российского университета Дружбы народов Константина Васильевича Лапкина Мы попросили его рассказать О сути этой операции Вы являетесь свидетелями Внедрения суперсовременных технологий В нашей стране И вот сегодня мы можем сказать Что эта техника пришла в Янаул В чем ее сущность Наборы, которые приобретены Этой больницей Они позволяют Выполнить Очень широкий Довольно широкий Так будет сказать правильно Правильнее Диапазон хирургических вмешательств На органах брюшной полости Одним из показаний К этим операциям Является холецистит Острый или хронический И вот сегодня пойдет на операцию больная Которой Вместо традиционных разрезов Будут сделаны 4 прокола Передней брюшной стенки В живот будет введена Телевизионная камера И по экрану монитора С применением специальных инструментов Проведенных через эти проколы Будет удален желчный пузырь Какой при этом мы достигаем выигрыш Во-первых Полностью отсутствует косметический ущерб Потому что эти 4 дырочки на животе Не будут заметны Второе Резко снижается объем Хирургической травмы Наносимой больным Органы не подвергаются Воздействию инструментов Воздуха Не нарушается температурный режим В которых они работают И так далее Благодаря этому Больной быстро Возвращается То есть Хорошо себя чувствует После операции На следующий день У него Довольно высокий уровень активности К третьему дню Больных таких Обычно можно выписывать А возвращение к труду С 7 по 14 день Так Это бывает в тех случаях Когда вмешательство Проходит без осложнений Если мы сравним Вот эти Экономические Так сказать Показатели Показатели Трудовой реабилитации С обычными нашими Операциями Которые выполняются Здесь в этой больнице Выполняются До сегодняшнего дня Или будут дальше Выполняться То мы должны Тем цифрам Которые я сказал Противопоставить Такие сроки Как 10 12 14 15 дней Занимает Койка День После операции И на реабилитацию Уходит Минимум Полтора Два месяца Вот Смысл Того Что мы сегодня Делаем В Янауле Надо добавить К сказанному Что супер Современная Аппаратура При помощи Которой Можно проводить Также и Гинекологические Операции Была приобретена Местная Администрация Итак Вы видите Операция Идет Согласитесь Что внедрение Новейшей аппаратуры И нового метода Малоинвазивной Хирургии Стало Значительным Прогрессом В медицине Нашего города И района Операция Прошла Успешно Не так Да Операция Прошла Успешно Вы Можете Сами Убедиться Обе Пациентки В настоящее Время Чувствуют Себя Отлично Буквально На второй День Они уже Встали На ноги В настоящее Время Они Сейчас Направляются На контрольное УЗИ Исследование Органов Брюшной Полости И буквально Через 2-3 дня Мы наверное Их Выпишем Домой Скажите пожалуйста Как вы себя чувствуете? Хорошо У вас ничего не было? Нет А вы? Ну хорошо Вы можете уже ходить Передвигаться С вами Мы уже давно Мы ходим Вы счастливы? Конечно Благодарны врачам Очень благодарны Школа номер 3 Города Является Пожалуй Одной из самых Крупных в городе В ней Обучаются Почти все дети Живущие На северной стороне Инаула Многими Своими Выпускниками Может гордиться Школа И не забывают Они родные Стены Которые уже Стались старыми И часто Приходят сюда К слову Недавно В апреле месяце Сдано в эксплуатацию Новое здание Школы Очень красивое Большое И добротное Наверное И потому Не забывают Ученики Свою школу Что педагогический Коллектив Школы Очень сильный Добросовестный Передающий Детям Все свои Знания И умения В школе Обучается На сегодня Около Шестисот Учащихся И в этом случае Высказывание О том Что всякая Школа Славна Не числом А слава Учеников Подтверждается Жизнью Гордость Всякой Школы И его Учителя Одна из Таких Гатина Фарида Ахметовна Отличник Народного Просвещения Человек Влюбленный В литературу Язык Умеющий Передать Детям Эту любовь Щедро Делится Своим Опытом И с Учителями Других Школ Только По русскому Языку Третий Раз За год Здесь Проводятся Районные Семинары По русскому Языку Сколько Н пишется Одна Н В самом Слове Имеется Буква Н Поэтому Слове Н Пишется Так Гордостью Школы Является Алевтина Прохоровна Новокрещенова Одна из Человек фанатично Преданный И творчески Работающий Алевтина Прохоровна Первая В районе Начала Работать По методу Шаталова По опорным Сигналам Находиться Только Везде 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 Вот Останье Текаре Идет Она Периодическая И у Солнца Появляются Каждые 75 лет Последний Расчитай Увлеченно Учатся Дети И по Математике Езеля Ахмеевна Идиатулина Заслуженный Учитель Школ Башкорстана На своих Уроках Добивается Прочных Знаний Учащихся Их Мыслительных Процессов На уроках Дети Бывают Полностью Поголощены Математикой 16 Это Кубический Метро Так А если Маленькие Мы возьмем Маленькие Вот Давайте Сейчас Вот такие Маленькие В данном Слушай Будем Что делать В каких Единицах В каких Единицах Будем Пожалуйста Если А умножаем На Д А умножаем На Ширину Пола Умножаем На Д Что Един Д Лучше Чего Т Информатика Один из самых Интересных Предметов Преподает его Шейхметов Рашид Исламович Это Очень Неординарный Человек Увлеченный Своим Предметом Работами Хазанкина Учителя Новатора Сумел Также Заинтересовать Детей Шахматами Что Развивает Логическое Мышление Учащихся Если Вот такие Наклоны Мы сможем С верхнего Левого Часть Правой Нехнему Мы сможем Строить Наоборот Таким По-моему На прошлом Родину Мы на этом Установились Поэтому Давайте Часть Размотим Следующая Программа И нарисуем Эта Трапия Вы Видите Какие Приятные Уютные Учебные Кабинеты В новом Здании Такое Оформление Кабинетов Предполагается И в других Классных Комнатах Школы Кабинетов 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 Зухра Магруфна, школа номер 3 города Инаул, одна из крупнейших И мы знаем, что школа постоянно живет полной, насыщенной жизнью Как сейчас дела обстоят в школе? Расскажите Ну, наша школа действительно одна из старейших И я считаю, что она одна из лучших школ Потому что здесь всегда работали очень трудолюбивые И, может быть, даже немножко фанатично преданные своей профессии люди И школа всегда имела свои определенные традиции Имела свои направления в своей работе И в этом плане мне бы хотелось, конечно же, коснуться основного богатства школы Наших учителей Такие прекраснейшие учителя, как Изя Тулина, Изя Ахмедовна, Гатина, Фарида Ахметовна Дальше, значит, Боязитова, Расима Акашаповна Учителя, которые несут молодому поколению учителей традиции нашей школы Традиции, которые были заложены еще такими прекрасными педагогами Как Дубовой Леонид Иванович, Хасаньянова Мария Гативна Дальше директора этой школы Имаев Василий Имаевич Дальше Хаковна и Ивсафинович Вот эти вот традиции, они как-то молодежи дают и передают И вот традиции, вложенные, заложенные нашими вот этими учителями прежнего поколения Как-то они по сей день живут И эти традиции, в основном, мне кажется, связаны с честностью С преданностью к своей профессии Дальше, и это также передается и нашим воспитанникам Нашим учащимся, которые, уходя из стен школы Очень хорошо, мне кажется, занимают свои места в жизни В этом плане можно было, мне кажется, бы сказать И о таких прекрасных наших выпускниках школы Как вот Сарваров Равель Мулаянович Мне кажется, это человек, действительно, нашедший свое место в жизни И видящий не только сегодняшнюю, но и перспективу не только нашего города А вообще жизни Прекраснейшие люди, такие как Халимов Мадис Мавлевич Это начальник СМОН ГДУ Дальше Мещеряков Григорий Андреянович Прекраснейший директор, руководитель на сегодняшний день И мне отрадно, когда вот я прихожу вот к этим бывшим своим выпускникам Они, значит, говорят, вот своей-то школе мы всегда рады помочь И если на сегодняшний день вот мы имеем вот это трехэтажное, новое прекрасное здание Это целую школу, можно считать То в этом большая заслуга, я считаю, и Григория Андреяновича Который очень много мне в этом плане помог Вот чем сегодня живет наша школа? Ну, сегодня она живет такими же проблемами Проблемами, как можно лучше обучить детей Как можно лучше воспитать их и дать им понятие о жизни И именно на это все направлено Ну, вот на сегодняшний день мы готовимся вот к очень большому мероприятию По линии районного отдела народного образования Кстати, мне очень хочется сказать, что районный отдел народного образования В корне, мне кажется, изменил свою работу И эта работа их направлена на то, чтобы вооружить учителей Именно лучшими передовыми методами работы по воспитанию детей И в этом плане делается очень многое Очень много семинаров, курсов на базе разных школ проводится И вот один из таких курсов, один из таких семинаров Вот у нас будет 22-го числа проводиться на базе нашей школы И там вот наши учителя, самые лучшие учителя, конечно Дадут свои открытые уроки, открытые мероприятия И там покажут, на что, как говорится, они способны И что могут дети дать, если с ними очень хорошо работать Зухрама Груфовна, какие проблемы вас волнуют как педагога? Ну, очень много проблем, конечно, на сегодняшний день Тем более, что сейчас, по-моему, довольно-таки сложное время Хотя это и тривиально эти слова говорить, сложное время Но, тем не менее, проблем очень много Но о школьных проблемах, о педагогических, о методических проблемах Я, наверное, не коснусь, потому что это их очень много А вот такая проблема, как питание детей Питание детей на сегодняшний день мы пока, значит, выплачивали Из госбюджета районный отдел народного образования Платил за питание детей Фактически мы обеспечивали детей бесплатным питанием Ну, в среднем 200-215 рублей на каждого ребенка Но вот в последнее время нас в районном отделе народного образования Постоянно предупреждают о том, что, в общем-то, бесплатное питание будет отменено И оно в других районах уже давно отменено Когда я об этом сказала родителям на родительском собрании Конечно, многие родители с очень большим сожалению об этом говорили Если бесплатное питание будет отменено для детей То многие дети фактически не смогут получать питание Потому что не каждая семья будет в состоянии отдавать своему ребенку 250 рублей карманных денег Тем более, если в семье трое-четверо детей учатся Это очень много, я считаю И было бы очень хорошо, если бы городской совет, глава администрации С пониманием подошли к этому вопросу И, в общем-то, бесплатное питание детям школ могли бы обеспечивать Это было бы прекрасно Это была бы большая поддержка для семей Тем более, для малообеспеченных семей Вот эту проблему мне, конечно, самая больная на сегодняшний день, я считаю Тем более, что родители просили этот вопрос, в общем-то, поднимать на возможных уровнях для обсуждения В день, когда мы побывали в школе, участники драматического кружка готовили к районному семинару пьесу Мустая Карима «Ночь лунного затмения» Руководитель драм-кружка, учитель с многолетней стажей работы Акберова Лидия Мулануровна Активно занимаются в школе и изучением фольклора и родного языка Вы видите на своих экранах отрывок из постановки «Аулах-И» Учащиеся школой владеют свободно не только татарским языком, но и поют песни Сердце всех музыкальных мероприятий школы Низамов Рафель Минулович Он искренне старается привить детям любовь к фольклору, народным традициям По словам директора школы Зухры Магрофны, это учитель, хорошо давящий учащимся музыкальную грамоту Вот так живет в это непростое время коллектив педагогов и учащихся школы номер 3 Хочется пожелать им успехов, одним в труде, а другим в учебе Субтитры создавал DimaTorzok